Дмитрий, почему из многих видов спорта Вы выбрали именно метание копья? Я думаю, что копье ближе мне по моему духу, по моему характеру. До этого я занимался очень большим количеством видов спорта, занимался два года боксом, четыре года бейсболом, пробовал себя в различных единоборствах. Ну и потом, конечно, в конце концов, к счастью для меня, я нашел свое призвание – метание копья, которое дарит мне массу эмоций, массу радости, массу позитива. Ваша супруга Мария Абакумова – известная спортсменка, чемпионка мира, призер Олимпийских игр по метанию копья. Когда Вы дома вдвоем, то обсуждаете ли спортивные проблемы или же стараетесь о них вообще не говорить? Конечно, мы собираемся и обсуждаем все приятные моменты нашей профессиональной деятельности, то есть победы. Также, когда у нас есть неудачи, промахи, провалы, мы анализируем все и подсказываем друг другу. Так как мы являемся друг для друга близкими, родными людьми, также, допустим, моя супруга – профессионал в своем виде. Она также знает все нюансы метания, все моменты, все технические аспекты. Поэтому я считаю, что мы друг для друга основны после тренеров, кто может дать оценку наших метаний, наших бросков и наших побед и неудач. Скажите, а как проходила встреча с президентом России? Ведь он всегда активно поддерживает наших спортсменов, всегда болеет за них на крупнейших соревнованиях. После универсиады, так как мы завоевали два золота и вся наша сборная очень выступила замечательно, показав свою мощь всему миру спортивную. После этого была встреча спортсменов с президентом. Я рад, что он уделил время. Он приехал в Новогорск во время российского сбора, сборной команды России, где я в тот момент был на соревнованиях в Америке, а супруга моя присутствовала. Она говорила слова благодарности ему и пригласила его посетить чемпионат мира, конкретно метание копья. Он пообещал, сказал, да, приеду. И после этого в день, когда мы выступали, нам позвонил сначала его пресс-секретарь, сказал, что через полчаса вам Владимир Владимирович позвонит. И действительно прошло полчаса, и он позвонил. Это был заряд эмоций, позитива, энергии. И даже в последние попытки, когда я был на четвертом месте, я думаю, мало ли, возможно, может он и телевизор сейчас смотрит соревнования. Поэтому нужно собраться. И я действительно установил неплохой результат, занял третье место. Какие у вас ближайшие планы на будущее? Я пройду медобследование, получается, по сборной обязательно. И после этого я отправлюсь на сбор в Адлер. Там мы проведем месяц тренировочный вместе с супругой, вместе с нашими детишками. Буду выступать на чемпионате России по длинным наметаниям, который будет проходить в Адлере. Скажите, чем для вас является центральный спортивный клуб армии? Для меня ЦСКА – это гордость, это моя мечта. Я очень рад, что я представляю интересы. Это гордость для всей моей семьи, потому что мой любимый футбольный клуб ЦСКА, баскетбольный клуб ЦСКА любимый, также хоккейный клуб ЦСКА. И я являюсь частью тоже клуба ЦСКА. Для меня это действительно гордость. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ